В Тампонском районе завершает свою работу мобильная бригада врачей из Якутска в рамках проекта «Команда здоровья» при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Подробности далее. Цель приезда врачей – это обследование населения и выявление пациентов с моногенными, дегенеративными, наследственными, а также системными заболеваниями. В составе мобильной бригады – невролог, ревматолог, генетики и лаборанты. Вы знаете как, мы нацелились на Тампонский улус, потому что здесь имеются переселенцы Статинского улуса именно с нейродегенеративными, моногенными, наследственными заболеваниями, как спиноцеребрярная таксия, миотоническая дистрофия, оклофарингеальная миотоническая дистрофия. Да, нам, конечно, удалось выявить одну семью с оклофарингеальной миотонической дистрофией, которая нигде еще пока не была обследована. В течение недели врачи провели углубленное оздоровительное обследование населения, анкетирование, сбор анализов на ДНК. Они охватили села Мигиналдан, Крест Хальжай, Тополиное, Теплый ключ и райцентр Тампонского улуса. Каждый специалист осмотрел до сотни взрослых пациентов. За эти несколько дней всего было более 50 обращений. Из них впервые выявлены одной аутоиммунных заболеваний достаточное количество, около 10 человек. Это в основном все, конечно, пациенты тоже способного молодого возраста. Также врачи зачитали лекции по профилактике и ранней диагностике генетических, ревматологических и редких неврологических заболеваний. Узнала, что приехали из Секутска узкие специалисты, поэтому мне захотелось обследоваться, чтобы именно в Якутске не ехать. Прямо зашла, сдала все анализы, заполнила все анкеты необходимые. Теперь уже пойду проходить узких специалистов. По итогам работы наиболее сложные пациенты будут приглашены на госпитализацию, на дообследование в отделении ревматологии и центра нейродегенеративных заболеваний клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район.